Я думал, что из-за тела, из-за медиа, из-за пропаганды, я думал, что свободные борьбы были правы против России, против Советю. Я думал, что я ошибся. Я ошибся. Теперь я знаю. Вы понимаете, Александр? Нет? Он сказал, что со стороны Афганцев это было... Он сначала думал, что это правильно, и он считал, что он прав. Но теперь он понимает, что он неправ. Нет! Я ошибся. Ты прав. Из Афганского... Не надо было заходить в Афганистан. Нет! Это было! Не надо было. Вы не понимаете? Нет-нет-нет, я понимаю. Александр, ты понимаешь? Я историю. Почему вы так считаете? А теперь слушай. А я тебе скажу, и афганцы правы, и русские правы. Они правы? Со стороны афганцев была освободительная война. Да. Освободительная война, правильно? Да. Понимаешь? Со стороны России, от русской стороны, Это было... Ну-ка, ну-ка, скажи, что ты там придумал сейчас? Нет, нет, не придумал. Наше руководство, авопатия, Брежнев... Андропов. Андропов принимал решение. Брежнев? Брежнев. Нет, принимал решение тайное. Брежнев, Брежнев. Вот Брежнев, я знаю. Ну, на самом деле, принимал решение только Андропов и Устинов, КГБ, только КГБ, только КГБ, только КГБ, только КГБ, только КГБ, только КГБ, Брежнев, Брежнев, вот, from our side, Брежнева уговорили, with soul, мы думали, так, что думали, американцы, United States, хотят там построить свои базы, это легенда, нет, не легенда, не легенда, все было правильно, Ну, по-русски я скажу так, когда приземлились советские первые эти самые самолеты в Кабуле, американский посол радовался, он думал, что это американцы прилетели, понимаешь, с нашей стороны, we saw that in Afghanistan will be nuclear basis against the USSR. Exactly, exactly, like Cuba, like Cuba, like Turkey, like Turkey, absolutely, absolutely, yes, yes, yes. Володя, Володя, ответь на вопрос мне, как афганцы, ответь на вопрос. За что и зачем убили Амина и его семью? О, это сложный вопрос. Сложный. Это сложный вопрос. Что поставить марионетку свою? Свою, да, советскую. Это был колониальный захват страны. Захват был Афганистан, да. Это был захват, как это сказать, захват Афганистана со стороны Советского Союза. Ну, вы, уникапсюр... Экспедиционный корпус, колония, что? Потому что мы видим, что в Украине будет их нуклеарный базис. Цель какая, цель? Богатство, богатство Афганистана, горы, богатство, изумруды, уран, ну, про наркотики я не знаю. У нас своих уранов и изумрудов хватает в Якутии. В Якутии у нас хватает алмазов. В Афганистан выращивает каннабис. Нет, только из-за этого. Я историк, я знаю. И я помню прекрасно то время, я был уже старый. Вот, я помню, и прекрасно. Просто я жалову, чтобы посылали в Афганистан срочников. Конечно, конечно. Надо было тех, кого... Нет, надо было тех, кто вот как вот сейчас там где-то в Африку. А лучше всего не надо было никого. Тогда не было у нас таких. Не надо было. Тогда у нас этого не было. Некоторых срочек из моего двоюродного брата как раз послали. Потому что он из бедной семьи. Когда наши корабли приземлились, как это, в Кабул, амбассадор или как это, амбассадор в Юнайтедстейте. Да. Он был рад, что он думал, что это американские аэропланы. Оказалось, что это советские. Вот. Там, это, Юнайтедстейте и Соединенные, кто будет первым. Со стороны афганцы. Афганцы, как это, воевали? Ну, они боролись. За свою свободу. За свою свободу. Афганцы... Не хотели. Не хотели. Не Россию, не Америку. Они не хотели. Они не хотели. Они не хотели. Они не хотели. Конечно. Они были между Россией, между Советским Союзом, и Союзом. Да. Да. Компетитация. Да, как Куба. Да. 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 Это политика. Да. Политика – шиг. Политика – дерьмо. Да. Да. Потому что страдает. Простой народ. Простой народ. Он не пьет, страдает, он был в Афганистане, он мог бы умереть. Александр, и он до сих пор не понимает почему он был в Афганистане, он до сих пор не понимает. Мы нужны твою мнение. Александр, мы нужны твою мнение. Ты был там в Афганистане, поэтому мы должны знать, что ты думаешь. Да, я счастливчик. Что он сказал? На здоровье. Давай. То, что мне повезло? Да, чтобы вы были там и чтобы вы живы и здоровы. Израиль за евреев. Да что такое-то? Они тоже люди. Умористы. Они тоже люди. Это нормально, это нормально. Не волнуйся. Ты же? Окей, нет проблем. Мы человеческие люди. Вот видишь, простые люди могут найти общий язык, правильно? Да. А руководителей нет. Да. Да.